Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как коммунальные службы прошли проверку первых снегопадов? Какой технической базой они обладают и почему не стоит оставлять машины на дорогах? Об этом говорим сегодня и в нашей студии заместитель руководителя управления благоустройства. Департамента городского хозяйства и экологии Виктор Нинашев и заместитель руководителя управления эксплуатацией ЖКХ этого же департамента Алексей Коробков. Здравствуйте, Виктор Евгеньевич Алексей Александрович. Здравствуйте! Давайте сначала разбираться. Вот такое впечатление, что у горожан путаница. Кто за что отвечает, когда предъявляют требования к одной службе, говорят, что это не наша территория, здесь мы не убираем. Так вот, чтобы разобраться, тротуары, дороги, дворы, что к чему, каким службам относятся и за что Вы, Ваши департаменты управления отвечают? Давайте я начну. Ну, давайте. В городе есть объекты, которые являются городскими объектами благоустройства. К ним относятся автомобильные дороги, парки, скверы, бульвары. То есть автомобильная дорога – это непосредственно дорога, основная городская улица, в основном в состав которой входят проезжая часть, придорожный газон и тротуар. То есть это целый объект, который содержится муниципальным предприятием благоустройства в наше время в рамках заключенного муниципального контракта. То есть вот этот элемент обустояния города, дорога, они содержат. Все, что, соответственно, находится за границами, если это попадает в зону ответственности, допустим, это бульвар, либо сквер, то здесь уже начинает в зону ответственности муниципальную предприятие спецремстрой Зеленхоз. Если это граница, получается, парк, то это, соответственно, парки Самары. Если это уже жилая застройка, то здесь уже вступает вопрос о сграничении между управляющими компаниями и собственниками жилья, которые обслуживают эту территорию. Все-таки управляющие, вот больше всего волнуют жильцов дворы, наверное, и тротуары тоже, кстати. И за внутриквартальные, так называемые, территории отвечают управляющие компании, получается, в основном, да? Ну, скажем так, если мы говорим про жилищный фонд, за придомовую территорию отвечают либо управляющие компании, либо ТСЖ, ЖСК, в зависимости от того, какая, скажем так, форма управления конкретного квартирного дома. И за крыши тоже. Да, за крыши, разумеется, тоже, и, в принципе, за все общедомовое имущество. Но если говорить вот по территории, то управляющие организации отвечают, да, за придомовую территорию, как я сказал, то есть это выходы из подъездов, это отмостки, это, ну, скажем, пешеходная часть, которая вот непосредственно примыкает к жилому дому. А как у департамента складываются отношения с управляющими компаниями? Вы можете их контролировать, предъявлять претензии тех же жителей, которые, может быть, и к вам также обращаются, чтобы был какой-то контроль, чистота и порядок? Ну, во-первых, хочется сказать, что все-таки управляющая организация, она имеет договорные отношения с собственниками жилья, прежде всего, с жителями. И, конечно, спрашивать с управляющей организацией жители тоже должны. То есть они должны в этом смысле более активную позицию проявлять, ну, как минимум, знать, какая управляющая организация дома обслуживает, потому что зачастую бывает такое, что жители даже не знают, какая управляющая компания у них работает. И вот претензии, да, в части содержания при домовой территории, ну, спрашивать с управляющей организацией. Вот, ну, конечно, мы, как департамент профильный, департамент городского хозяйства, управления эксплуатацией ЖКХ, мы, естественно, тоже с управляющими организациями проводим эту работу, скажем так, организуем эту работу. У нас, особенно в период, да, там, вот как сейчас, сильных снегопадов и плановые, внеплановые общегородские совещания на эту тему регулярно проходят. Мы мониторим ситуацию, там, дважды в день снимаем информацию о том, в каких районах, по каким адресам, какие силы задействованы, там, для уборки от снега, чистки крови и так далее. Вот. Но, что касается контроля, то вот на сегодняшний день в администрациях внутриградских районов, я напомню, что у нас 1 января этого года внутриградские районы, это теперь органы местного самоправления, субъекты, да, так скажем так, вот в этом отношении, и им переданы полномочия муниципального жилищного контроля. Поэтому по обращениям собственников, да, по жалобам, также могут обращаться в районные администрации, уже муниципальный жилищный контроль будет по каждому такому факту. В районных администраций, департаментах, вот в этих вот районах. Вот понятно теперь вот этот механизм отработки жалоб и заявлений от жителей. Скажите, пожалуйста, эта осень опять нас удивила такими вот снегопадами, и каждый раз вы проходите проверку, такое впечатление, вот когда первый большой снегопад, как в этом году было? Какие выводы, может быть, сделали? И вообще, как все это прошло? Ну, в этом году первый снегопад, который серьезный, 4 ноября, когда выпало порядка 19 сантиметров осадков, в принципе, да, достаточно сильный снег, хотя и не критическое все-таки выпадение осадков. Но, в принципе, предприятия, как служба благоустройства, так и ЖКХ были готовы к этому моменту. То есть у нас был предварительный прогноз гидрометцентра, именно на подходе циклона предварительное количество даже интенсивности осадков было, то есть служба все были готовы, ждали и, соответственно, вышли. Да, и у нас основной пик снегопада пришелся на утренние и дневные часы, что сказалось, конечно, на движении в городе, то есть не позволяло эффективно использовать снегоуборочную технику, поэтому в основной акцент был сделан именно на обработку дорог антиглоледными материалами для необразования наката и поддержание возможности проезда техники расчисткой. Соответственно, к второй половине дня осадки уменьшились, температура начала повышаться и практически у нас к ночи снег большую часть растаял, в ночное время просто техника уже домила то, что необходимо домести, и город уже к пятому числу был готов к приему транспорта и пешехода без проблем. Да, ну это хорошо, что вы такую оценку поставили, но, как говорится, много денег и техники никогда не бывает. Вот если так посмотреть, проанализировать, техники достаточно для предыдущего зимнего периода или в принципе... Ну, для борьбы с этим снегопадом у нас вышло порядка 133 дневных техники в каждую из смен, то есть первую, вторую, этого было вполне достаточно. При чрезвычайных ситуациях предприятие может практически удвоить данный выход. А, есть возможность в техническом... Возможно, есть, но это уже, соответственно, действительно, когда интенсивный снегопад долгое время идет, увеличивается количество осадков, когда необходимо будет именно такая работа, предприятие может это сделать. Понятно. А как вот вы работаете, Алексей Александрович, с теми же управляющими компаниями? У них же тоже должно быть достаточно техник, чтобы они смогли те же дворы расчистить в определенное время, не ждать там, как все это отслеживается? Да, конечно. Ну, главная задача, скажем так, управляющих организаций, да, то есть тех служб, которые заняты уборкой дворовых территорий, это, конечно, обеспечить к началу рабочего дня, то есть когда люди выходят из дома, чтобы были благоприятные для этого условия созданы, да, выходы из подъездов расчищены, какие-то там пешеходные части, да, чтобы там удобно было выйти из двора, там, и, соответственно, там уже по назначению дальше пойти. Вот если говорить по технике, у нас очень достаточно важное, принципиально важное решение в этом году было принято. По поручению главы города Олега Борисовича Фурсова вышло постановление городское, которое, наконец-то, закрепило, да, и определило, скажем так, тот необходимый минимум именно по снегоуборочной технике и по людским ресурсам, по количеству дворников, которые должны в тех или иных районах, да, в зависимости от площади, в зависимости от стесненности, потому что дворовые территории разные, да, там одно дело, это дворы относительно новые, там, Приволжского микрорайона, допустим, с другой стороны, это дворы в Самарском районе, где они очень плотные, высокая плотность застройки. И вот у нас такое постановление номер 362 от 1 апреля 2016 года вышло, теперь определено, сколько должно быть, скажем так, снегоуборочной техники и по городу в целом, и в разрезе отдельных районов. Именно той техники, которая должна быть задействована при уборке дворовых территорий. Ну, это такая малогабаритная, наверное, да, в большинстве, или не всегда? Ну, опять же, да, в зависимости от того, на каких территориях эта техника задействована. Вот, и я хочу отметить, что на сегодняшний день управляющая организация, скажем, суммарное, да, их количество техники собственной и привлекаемой по договорам подряда на зимний период, оно соответствует той, условно, нормативной, да, которой должна быть. Вот, другой вопрос, задействует ли всегда в момент снегопадов управляющая организация эту технику или нет, потому что вот как раз здесь наша основная задача, мы знаем, что у них она есть, и наша задача, скажем так, организовать работу таким образом, чтобы вот, когда это действительно необходимо, эта техника была исправна, эта техника была в работе и, скажем так, решала те задачи, которые стоят перед городом. Вот, в том числе с этой целью, еще, да, как вот, Саня, готовь летом, еще в начале октября были проведены в каждом районе смотры готовности управляющих организаций. И мы, департамент городского хозяйства, оценивали готовность и техники, если, допустим, своей техники, управляющих организаций, есть маленькие управляющие компании, у которых в штате нет своей техники, значит, должны быть заключены договоры, соответствующие на эту технику с какими-то организациями, да, специализирующимися на этом. Смотрели штаты кровельщиков, которые в зимний период как раз вот работают на крышах по очистке, ну, от наледи. Смотрели соответствие фактической и штатной численности дворников. Вот если вот сейчас подбить вот эти итоги, хватает дворников? Потому что проблемная все-таки такая работа, да, и профессия. Вот я хочу сказать, что по технике сейчас дела лучше обстоят. Чем с людскими ресурсами. Да, да. Дворников, скажем так, немножко не дотягивает до той цифры, но мы, скажем, постоянно работаем с управляющими организациями, чтобы они приводили в соответствие фактическую численность дворников той штатной, которая у них должна быть. И вот по кровельщикам, раз уж вы о них и упомянули, тоже вот хватает специалистов таких, потому что это же тоже сложно. Да, по кровельщикам, да. На сегодняшний день вот к этой зиме суммарно по городу организовано 286 бригад кровельщиков. Вот как раз в этот период, вот как Виктор Гвинич отметил, обильный снегопад был 4 числа, и несмотря на то, что с 4 по 6 это были как бы праздничные выходные дни, но только не для нашей отрасли, а работа велась в круглосуточном режиме, но 4 числа, может быть, не было там целесообразно, потому что снег валил и валил, а вот 5-6 работало не менее 150 бригад ежедневно в ежедневном режиме, и в общем-то, несмотря на то, что мы прекрасно видим, многие кровли еще пока ну, скажем, далеки, да, от того состояния, в котором должны пребывать, но тем не менее удалось нам. Да, а давайте посмотрим, у нас есть сюжет, как все это было, и потом продолжим разговор. С самого утра по городу раздаются стук ледоколов и лязг лопат об асфальт. Из-за ночного понижения температуры на дорогах и тротуарах образовалась наледь. Более 300 человек и 121 единица техники трудятся, чтобы высомарцы спокойно передвигались по улицам. С объемом работы городские службы справляются, правда, иногда встречаются трудности с очисткой обочин. К сожалению, приходится сталкиваться с такими трудностями, как припаркованные автомобили в приладковой части, что значительно затрудняет расчистку проезжей части, в связи с чем возможны именно нарекания по труу автомобилистов. Да, мы с таким сталкиваемся, мы стараемся работать и устранить данные замечания в процессе работы. Особое внимание уделяется потенциально травмоопасным местам, лестницам, а также недавно отремонтированным улицам. Основные задачи – это обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов. Основной оценка у нас делается на дороги, которые выпущены комплексным ремонтом с последние 2-3 года. Это дороги с хорошим покрытием, хорошими тротуарами. И, соответственно, даже зимой их состояние должно быть максимально приближено к идеальному, чтобы люди видели результаты работы, городские службы. А вот во дворах домов уже другие ответственные – ТСЖ и управляющие компании. К зиме готовились так же, как и городские службы еще с лета. Что необходимо, докупили. Что требовало ремонта, починили. Инструменты готовы, инвентарь весь есть, спецодежда есть, дворники, как говорится, у нас с утра встают, в 5 утра начинают. Мы не даем, чтобы образовался налет. Только снег выпадает, сразу его чистим. Горожане отмечают – ТСЖ к обязанностям относится ответственнее. В товариществах жители сами контролируют ситуацию. Вот прям зайдите вот в следующую улицу. Ужас, ужас. Там яма на яме, там не проедешь нигде. У нас, пожалуйста, у нас чистота, порядок. Ну, конечно, управляющим компаниям нужно, безусловно, более ответственно. Тем более, что снег уже идет не первый день, а во дворах скользко. Ты из подъезда выходишь, и можно сразу упасть и разбиться. Какие компании более ответственны, знают в департаменте ЖКХ. Они ежедневно, утром и вечером получают точную информацию о работе управляющих компаний. Мы четко знаем, какие управляющие компании в каких районах, в каком количестве вышли на работу, сколько единиц техники в этот день задействовано, сколько дворников у нас работает, сколько бригад кровельщиков чистят кровли. Сейчас в городе дворы чистят 100 единиц техники и около 2,5 тысяч дворников. Работы в ближайшее время им добавятся. Снег, взявший паузу, вернется в выходные с новым циклоном. Вот даже визуально, если смотреть на этот сюжет, сразу несколько проблем. Вот я так себе нарисовала в голове. Во-первых, показывает уборку, и весь двор заставлен машинами. Вот это же тоже минус для работников. Вот убираются они, получается, что им тут и техники не пройти. И так далее. Есть у вас претензии или обращения к гражданам какие-то в связи с этим, с машинами, и внутри дворов, и даже на дорогах? Я про дворы, наверное, тогда скажу. Да, они же мешают уборке. Или с этим ничего нельзя поделать? Нет, это проблема абсолютно объективная. Особенно это актуально, как я говорил, про стесненные дворы, где и так развернуться негде. Когда машинами все заставлено. Еще раз возвращаясь к тому, что с утра необходимо работу проводить по расчистке территории. То есть если дворники у нас выходят в 5 утра, и это в принципе обоснованно, то техника у нас в это время просто иногда физически не может работать. Поэтому дожидаются управляющие компании 9 часов, когда уже люди разъехались на работу, когда дворы более-менее свободны, и тогда начинается расчистка. Конечно, если бы была возможность такая, то работа проводилась бы в более ранние часы, в 5-6 утра. Но, опять же, мы прекрасно понимаем, что это с одной стороны проблема, но с другой стороны это объективная реальность, от этого никуда не идешь. Здесь просто нужно согласовывать соответствующие планы, проводить со старшими по домам работу, договариваться с жителями на конкретное утро, чтобы люди четко понимали. Они, я не думаю, что не пойдут навстречу, прекрасно понимая, что их двор будет расчищен. И здесь, конечно, большое поле работы управляющие компании просто должны, скажем так, в этом смысле быть более прозрачными, должны договариваться и работать в том числе через... Организовывать работу, да. Конечно, это вопрос организации работы, а не вопрос просто вот каких-то нерешаемых проблем. Еще вот такой актуальный очень вопрос, не теряет актуальности из года в год никаким образом, химреагенты. Некоторые сомневаются в экологичности, другие то, что там сапоги портятся, третьи в эффективности. Вот как в этом году решена вот эта проблема химореагентов? Где они будут? Какие? В каких районах какие? Какие вообще закупаются? И вот по этим вот основным проблемам, таким вопросам ответить, чтобы граждане не сомневались. Применение химических реагентов для борьбы с гололедом, оно предусмотрено нормативными документами по содержанию дорог. В настоящее время в городе применяются два вида. Это многокомпонентные противоголедные материалы и песчано-соляная смесь, 10% смесь. Многокомпонентные материалы применяются, это историческая часть города и основные магистрали, городские магистрали и тротуары. Соответственно, песчано-соляная смесь на оставшихся дорогах. Вот по факту безопасности, в принципе, все применяемые материалы имеют сертикат соответствия необходимые, заключение безопасности как для жизнедеятельности человека, так и для животных. То есть это обязательно условия их применения. То есть все это есть в наличии. Понятно. Сомневаться, в общем-то, переживать не стоит. Ну, как таковы, все-таки антигололедные материалы применяются именно в период снегопада, особенно на автомобильных дорогах. Предназначенные в основном для того, чтобы выпавший снег не скатывался в накат, не уплотнялся, а все-таки был рыхлым. Чтобы была возможность обеспечения его сметания лужно-щеточными машинами с последующей погрузкой вывезла. Понятно. И по крышам тоже много было нареканий. Я думаю, для вас это тоже не секрет, что крыши пробивали по свидетельствам жителей, потом у них там все протекало и так далее. Вот как-то будет эта ситуация контролироваться и справляться, если уж такие случаи были? Какая методика будет организации работы? И вообще, может быть, какие-то новинки есть? Ну, что касается, скажем так, чистки кровель, чтобы это не приводило к каким-то последствиям негативным для самих кровель. Механического даже. Проблема такая есть, особенно, скажем так, в старом жилом фонде. Но вместе с тем, это не отменяет того факта, что управляющие организации должны кровли скатные приводить в соответствие. Потому что это вопрос безопасности, в первую очередь, и безопасности людей. У нас там, где это возможно, задействуются механические средства подъема кровельщиков, там та же механическая рука, когда не приходится, ну, скажем так, физический контакт самих кровельщиков с кровлей, там, ну, только вот непосредственно, что они расчищают, да, но они не встают на кровлю. Там, где это возможно, такая работа уже сейчас ведется. Вот. Если имеют место действительно какие-то факты, когда кровля, целостность кровли нарушена, то, конечно, управляющая организация обязана приводить потом, ну, скажем так, ее в соответствие, да, в рамках текущего ремонта в том числе. Но, конечно, это недопустимо, когда управляющая организация там прикрывается тем, что вот мы должны были в целях обеспечения безопасности чистить кровлю и вот, извините, поэтому это произошло. Но у нас нет денег на устранение этой проблемы. Это, конечно, недопустимо. И вот, что касается каких-то, скажем так, инновационных средств, да, чистки кровли, ну, на сегодняшний день, вот, во всяком случае, в рамках этого сезона, нет, это достаточно традиционные методы, скажем так, расчистки кровли. Но я хочу подчеркнуть, что это наша принципиальная позиция. Да, и управляющие организации должны работать, если у них не штатные кровельщики, а, например, привлеченные подговором, только с абсолютно легальными организациями, у которых вся там необходимая техника безопасности и прочее соблюдается. Потому что тут речь идет не только о безопасности пешеходов, которые проходят, да, но и о безопасности самих работников, чтобы все меры безопасности, они соблюдались. И, конечно, когда идет работа по расчистке кровель, обязанность управляющей организации оградить, участок, где происходит работа, сигнальными лентами, чтобы предупредить и чтобы там, не дай бог, никто не оказался под крышей в тот момент, когда там идет расчистка. Да. Но еще важные тоже вопросы по технике. Вы сказали, что техники достаточно. Вот меня интересует, эта техника вся принадлежит муниципалитету, находится в его собственности? Или в лизинг тоже берется, вот есть такое модное слово? Вся техника, которая используется в муниципальном предприятии на дорогах, она является собственным муниципалитетом, собственным предприятием и субпотребных организаций. А вот опять же о новинках, что-то новое, не планируется закупок, ничего нового? Ну, крупная закупка была проведена в 15-м году по причине главы, когда предприятию было приобретено порядка 62 единиц техники. То есть это достаточно современные на базе КАМАЗов, это снегоборочная техника, была малогабаритная техника, специально для тротуаров, вакуумоподметальная техника. Ну и также часть техники была на современном, это газомоторном топливе. То есть это современные мощные машины с высокой производительностью, которые позволяют достаточно эффективно убирать дороги. Понятно. Вот мы проговорили с Алексеем Александровичем, когда машина стоит во дворах, вам пока не предоставили слова, но я знаю, что это тоже проблема, когда бросают автовладельцы своей машины на дорогах. Вот вы как-то планируете с этим бороться, скажем, или что вы предпринимаете? Потому что зима впереди, все это будет повторяться ситуация. Нет, ну это повторяется зиму в зиму. Единственное, что у нас в последнее время при производстве ремонта уличной дорожной сети, когда мы ремонтируем дорогу полностью, то есть включая тротуары, газон, проезжую часть, в рамках этого на дорогах устанавливаются дорожные знаки, которые ограничивают стоянку транспортных средств в определенном день, неделю, в определенное время, ночное. То есть мы создаем окно, когда, в принципе, там никто не должен стоять, и это позволяет убрать эту улицу. Но весь город, конечно, мы в ближайшее время это не закроем, но и... Да, в процессе уборки техника все-таки идет, сгребая снег к обочине со всей проезжей части, и брошенный транспортный средств создает проблему. Она не только для уборки дорог, потому что не позволяет использовать те же самые лаповые погрузчики, чтобы механизированно убирать снег и вывозить, то есть приходится привлекать вручную труду вокруг машин. Более того, если все-таки после очистки температура уходит в минус, то создается проблема самому водителю, кто оставил машину, это откопать ее с утра. Ну, в следующий раз, наверное... Причем тенденция такова, что если в дневное время в центральной части города, в местах приложения труда в основном все улицы заставлены в ночное время, они пустые, большая часть города это так, то с точностью наоборот касается спальных районов. То есть если днем там еще на дорогах не магистральных, а межквартальных техника позволяет работать, то есть машины разъехались, то в вечернее время, в основной пик работы, туда, в принципе, даже и ехать практически невозможно. То есть все заставлено машинами. Да. Ну и в крайней необходимости, то есть по согласованию с госинспекцией мы все-таки привлекаем его коактора для перестановки транспортных средств. То есть это уже, если действительно необходимо, то есть ГИБДД идет навстречу, то есть машины переставляют на убранную территорию, а на их месте убирают. Да, понятно. И еще один проблемный такой вопрос, который я пропустила, вот когда мы смотрели первый сюжет в начале, сказали раннее утро, стук там чего-то. Вот с этим тоже не возникает проблем, что действительно люди могут не высыпаться. Я сама однажды проснулась, я думала, что кто-то стучится в дверь. До такой степени это было сильно и мощно и громко, что подумала, что не у меня одно такое вот недовольство. Вот как с этим работать? Или есть такое постановление, что в 5 утра начинают не глядя ни на что убираться, ни раньше, ни позже? Нет, ну если, ну в основном понятно, мы говорим про живой фонд, потому что там люди, да. Нет, постановление, что в 5 утра вышли, убирайтесь, нет. Тут речь идет вот действительно о целесообразности, о том, чтобы для самих жителей, как я говорил, создать комфортные условия. Понятно, что такое возможно, да, и бывает, что обращаются с жалобами именно по поводу шума. Но все-таки здесь и к жителям хочется обратиться, чтобы с пониманием относились. Но, во-первых, начнем с того, что все-таки снегопады, слава богу, у нас не каждый день происходят. А второй момент, часто бывают жалобы обратные, когда говорят, что у нас вообще мы никогда никого здесь не видели, ни дворников и так далее. Поэтому, ну тут из двух зол надо выбирать меньше. Понятно, что, конечно, с управляющими организациями мы проводим в этом плане работу. То, естественно, скажем так, там, где это возможно, действительно, там, может быть, ручной труд или что-то, он, в принципе, по факту так чаще и происходит. В любом случае, дворники, которые, ну, по определению меньше шума создают, они начинают вот именно в эти ранние часы, в 5-6. Техника, она все-таки, как правило, именно так системно, массово начинает в более поздние часы, когда уже люди в основном разъехались. Да, об этом мы уже говорили. У нас есть еще один сюжет, который демонстрирует, как справляются коммунальные службы вот с этими обильными снегопадами. Давайте его посмотрим и будем завершать. У природы нет плохой погоды, особенно если к такой погоде подготовиться заранее, что и сделали самарские коммунальщики. Сегодня на уборку улиц вышли 132 единицы техники и больше 200 людей. К снегопаду, который накрыл город в День народного единства, коммунальные службы успели подготовиться. Вовремя поступил сигнал от гидрометцентра. В выходные был побит рекорд по количеству осадков. За один день выпало более 19 миллиметров снега. Предыдущий рекорд для этой даты был установлен 14 лет назад. Тогда выпало 12 миллиметров осадков. Это тяжелая артиллерия. На языке специалистов автопоезд. Колонна обычно из пяти машин, которые идут друг за другом с промежутком в несколько метров. Они очищают от снега все полотно дороги и одновременно разбрасывают реагенты. Такой автопоезд проходит по всем магистральным улицам Самары несколько раз. Работают коммунальщики круглые сутки. Основной объем работы по магистралям уже выполнен. Основная задача – это финишная зачистка основных магистралей и расчистка дорог уже в 3-4 категории дорог частного сектора. Ну и, конечно, это расчистка тротуаров и пешеходных зон для запаса содержания пешеходных. В одном из самых крупных районов Самары – промышленном с раннего утра снег расчищали 600 дворников и 30 единиц техники управляющих компаний. И утро уже напряженное началось, потому что управляющая компания с 4 утра уже дворники начали очищать пешеходные тротуары. Техника в 5 утра уже пошла по внутриквартальным проездам. В ближайшие дни работы у коммунальщиков не убавится. Бороться придется с гололедицей. Ее на синоптике прогнозируют на всю эту неделю. В подтверждение слов журналиста, действительно, сегодня дождь и гололедица, да, и там обещают опять снегопады, опять какое-то потепление, вот такие чрезвычайные условия, да, вот как будет организовано в это время? По поводу гололедицы, в принципе-то ее как таковой не было. Ну пока нет, да. Потому что температура у нас пришла в плюсовые, то есть корка льда не образуется на дороге. И был в период снегопада вчерашний, то есть образовывался местами на подъемах накат, предприятие обрабатывало участки отдельно, конкретные по спуске подъема, эти гололедными материалами, это в период снегопада. При необходимости, да. По поводу сюжета, вот как замечание, что было, что зачастую участники дорожного движения, видя, что идет автопоезд, пытаются вклиниться в него, то есть пытаться обогнать, между машинами проехать, к сожалению, это создает реальную опасность, потому что плуг отбрасывает все-таки слой снега и сцепление колеса с дорогой там может нарушиться моментально. Да, ГИБДД в большей части обеспечивает сопровождение, но обеспечить сопровождение всем дорожным машинам в городе это невозможно. Да, ну надеюсь, что ваше обращение будет услышано, да, чтобы так не предпринимать такие... В виде автопоезда просьбы не обгонять, не вклиниться в него, они чистят именно для вас дорогу, для обеспечения вашей безопасности и проезда. Да, Алексей Александрович, ваше какие-то, может, ваше обращение тоже к жителям домов и так далее, потому что работа-то совместная на самом деле, и делается все для жильцов. Ну, я хочу обратиться к жителям, сказать, что вот те снегопады, они достаточно ранние для нашего города все-таки. Первый снег пошел 30 октября аж, и, конечно, сейчас будут сделаны все правильные выводы из этого первого урока в этом зимнем сезоне, и мы готовы, готовы технически, готовы организационно, и, конечно, те 4 месяца минимум зимние, которые нам предстоят, мы, скажем так, постараемся отработать действительно качественно. Ну, что ж, и снегопады впереди, и зима впереди. Надеемся, что все мы справимся вместе с этими природными, такими уже традиционными явлениями. Спасибо вам за то, что пришли, рассказали, как организована работа по благоустройству и очистке от снега и наледи. Спасибо еще раз, спасибо и вам за внимание, всего хорошего, до свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова